Приветствую вас, друзья, на канале Кузжизни. Меня зовут Светлана, и я живу на Кипре. Сегодня я отвечу на вопросы, кто же может прилететь на Кипр, какие документы для этого нужны. Ну, во-первых, Кипр разделил все страны мира на три группы. Группа А, группа Б и группа С. Люди, которые прилетают из стран группы А, ну, группа А, я в дальнейшем напишу этот список стран, значит, свободно могут прилетать, и им не нужен документ о прохождении теста на коронавирус. Люди, прилетающие из стран группы Б, должны обязательно в течение 72 часов, то есть 3 суток до вылета, сделать тест на коронавирус и привести этот документ в справку, что у них отрицательный результат. И все прилетающие из стран группы А и группы Б обязательно до вылета должны зарегистрироваться на сайте, ссылочку я скину под видео, где должны заполнить анкету, где они находились последние две недели, в каких странах они были, они контактировали ли они с заразившимся коронавирусом, и то, что они действительно подтверждают свою информацию. И сейчас уже ужесточили правила на Кипре, если люди прилетают, неважно, из страны А или страны Б, из этой группы, и у них нет вот этого электронной анкеты, заполненной по интернету, штраф 300 евро. Или можете возвращаться назад в свою страну, даже если вы из группы А. Вот то, что вы должны знать. Теперь списки стран каждую неделю обновляются. Сегодня я вам покажу списки стран. Это на 16 июля, который с 16 июля. Вот я вам сказала, что я скину ссылочку на сайт, где вы можете каждую неделю смотреть обновления. Какие же страны входят в группу А и группу Б, потому что Министерство здравоохранения Кипра меняет, корректирует. Если сложная обстановка увеличивается, риск заражения коронавирусом, оно переводит страны, может из группы А перевести в Б, или из Б даже в С. Что же это за группа С? Группа С, группа С, это группа, которая не разрешена въезд, прилет на Кипр. Сюда относятся сейчас и Англия, и Америка, и Россия, все остальные страны, и Украина, которые не вошли в список группы А и группы Б. Сейчас идут разговоры о том, чтобы с 1 августа Англию, Великобританию, включить в список стран группы Б, но англичане как-то не здорово и торопятся, потому что лишние деньги выбрасывать, чтобы сдавать тесты. Если 74 человек летит, все-таки это накладно. Сейчас идут разговоры о том, чтобы с августа сделать бесплатно тесты, но пока это еще не утверждено. Из этих стран группы С люди могут прилететь только, если у них есть кипрское гражданство, то есть кипрский паспорт, если у них есть вид на жительство, или по специальному разрешению правительства Кипр. И еще те, кто прилетел без регистрации в интернете вот этой специальной формы, они платят не только штраф в 300 евро, но еще обязаны сдать тест на коронавирус, который стоит в аэропорту 60 евро. Или вернуться назад домой. И еще кипр оставляет за собой право делать выборочные тесты, то есть даже из группы А и группы Б, если они видят людей, которые как бы подозрительные, они имеют право остановить этих людей и проверить, сделать у них тест на коронавирус. Но в этом случае этот тест будет для них бесплатный. И еще спрашивают, а если тест окажется положительным, значит, кипрское правительство берет все расходы по уходу, по питанию, поместит вас в специальный отель, который называется Эден. Мы там тоже были с мужем, когда прилетели из Англии, был положительный результат. И также позаботятся о тех людях, о вашей семье, кто прилетел вместе с вами. Если у них не будет положительного результата, значит, будет специальный отдельный отель, где они будут находиться тоже на карантине, так как они контактировали с человеком, у которого обнаружен положительный результат. И затем вы только должны будете оплатить трансфер из этого отеля в аэропорт. И, конечно, билет, если вы полетите назад домой, это за вас счет. А все нахождение в отелях, если у вас положительный результат, и если начнутся симптомы и переведут вас в больницу, все это будет бесплатное лечение, помощь от государства Кипра. Если у кого-то появятся еще вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить. И приглашаю всех, приезжайте, отдыхайте на Кипре, купайтесь в Березовых водах Средиземного моря и наслаждайтесь золотыми песками. А я с вами прощаюсь и до следующих моих видео. Пока-пока. Продолжение следует...